Всех приветствую, вы на канале Седой Инвестор. Сегодня у нас очередное пополнение виртуального кошелька. Да, я знаю то, что я немного накосячил. Обычно эта рубрика выходит по воскресеньям, но именно в этот день у меня не было доступа к моему основному компьютеру, и я решил немного этот ролик отложить. В общем, самое главное признать свои ошибки, я перед вами извиняюсь, и впредь постараюсь больше не нарушать свои же условия. А вам я предлагаю заварить чаек, присаживайтесь поудобней, а я побежал за кофе. И с чего же мы начнем? В этот портфель было вложено уже 9 раз по 100 долларов, то есть 900 баксов. И удивительно, на сегодняшний день мы даже не в минусе, а в плюсе, на 36 долларов. А самая больная тема в криптовалюте, это когда ты решаешься все-таки закупиться криптой, и на следующий день у тебя идет жесткий минус по пинеллу. Так вот, эта рубрика была открыта именно для вас, ребят. Я же был на том же месте, где и вы. Постоянно не понимал, почему я сегодня покупаю крипту, вроде бы даже на дне, а завтра она падает еще ниже. Здесь я пытаюсь вам объяснить, как это избежать, даже на медвежьем рынке. Ведь инвестиции, это в первую очередь сохранение вашего капитала с целью будущего заработка. В общем, давайте закупаться. Как всегда, по классике, покупаем 3 самые мощные криптовалюты. Это биткоин, эфириум и бинби. На 30 баксов покупаем биткоин, добавим транзакцию, остается у нас 70. В эфириум и бинби вкладываем меньше процента, так как это у нас альткоины, следующая криптовалюта после биткоина, и риски соответственно выше. Используем правила диверсификации. Эфириум покупаем на 20 долларов. В остатке у нас уже 50 баксов, и на 15 баксов возьмем бинби. И у нас уже в остатке 35 долларов. Посмотрим, что просело у нас больше всего. Ванны нынчь просел на 11%. Вот его закупим на 5 баксов. Остается 30, и что бы еще прикупить? Панкек у нас вырос с 3 долларов до 4. Аж на 30%. Сейчас я не вижу смысла его докупать, так как в дальнейшем однозначно биткоин будут давить вниз. С чем это связано, вы все прекрасно понимаете. С возможным кризисом. Если это произойдет, то весь этот портфель будет стоить как минимум 2 раза дешевле. Но на этот случай у нас есть свободный фиат. Вот, пожалуйста, USDC у нас 90 баксов, BUSD также 90, и в DAI 35. И вот это, как кажется, маленькое количество фиата, поверьте, оно прекрасно усреднит наш портфель. Когда начнется разворот? И давайте с сегодняшнего дня добавим еще какой-нибудь новый среднесрочный актив. Я предлагаю выбрать токен BAKE. Техническая часть мне его безумно нравится. Идет обычная нисходящая формация. Точно так же, как это было по Зилике, по Анфе, по Вингу. Обычная медвежья ситуация, вот с таким вот продолговатым накоплением. А именно 127 дней. Относительно. Если будет памп до его all-time high, ребята, это 34 икса. Безумные деньги. Возможно ли это? Вы, скорее всего, уже сами знаете. Но моя первая цель по нему, это примерно 2 доллара. Здесь у нас будет переломный момент. Так как вы сами прекрасно видите, вот этот объем надо будет кому-то выкупить. Возможно, какой-нибудь крупный игрок захочет запампить цену, даст вот такую свечку, а потом, как всегда, хомячки будут догонять цену вплоть до его all-time high. Возможно, это зависит от того, сколько у них будет денег. Но объемы здесь намного меньше. Скорее всего, это, возможно, и произойдет. В общем, не будем усолить. В избежании потерь добавим его в наш виртуальный портфель. Купим ровно на 10 долларов. Осталось у нас 20 баксов, и обязательно закидываем их в стейбл коины. Это наш свободный фиат на случай пролива. Мы постоянно должны его накапливать. Закинем в BUSD 10 баксов, в USDC 5, и как бы не хотелось закидывать в DAI, но придется. Так как мне нужна максимальная диверсификация. DAI хоть и имеет небольшую отвязку, но он довольно старый актив. Поэтому принимаю решение также его продолжать накапливать, но в меньшем процентном соотношении, чем другие. И давайте наглядно покажу. В BUSD у меня 99 баксов, в USDC 95, и в DAI ровно 40. Ну что же, ребят, ролик подходит к концу. В наш портфель было вложено в течение 10 недель, уже 1000 долларов, и удивительно, наш пенел находится в плюсе. Надеюсь, такой обучающий материал увидит все больше людей. Я это делаю исключительно для вас. Я стараюсь создавать контент такого рода, который не нашел когда-то на ютубе. Если вы повторяете за мной, то мы с вами в одной лодке. Поздравляю тех, кто заработал на риф, те, кто задавал вопросы в личку, насчет фиксации актива. Те ребят заработали. За 3 дня 80%. Довольно неплохо. Более подробную информацию я рассказываю в своем закрытом чате телеграм. И кстати, у нас у Starbucks выбирает полигон для своей новой веб-3 программы Одиссей. Мое любимое кофе. Пью его каждый день. Как вы думаете, буду покупать их токен или нет? Но об этом уже завтра. В принципе, у меня на сегодня все. Всем до завтра! Обожаю кофе Starbucks. Поскорее бы они выпустили свой токен.